Всем привет, с вами канал Будда Гришна. Стало известно о том, что на шоу, которое идет сейчас на телевидении, очень многие смотрят, кто в принципе смотрит телевизор, смотрит это шоу «Танцы со звездами». Я могу сказать, что это хоть что-то не связанное с политикой, потому что у нас в телевидении превратилось либо политическое шоу, либо кто с кем переспал. Значит, все дело в том, что на этом шоу одним из членов жюри является Николай Максимович Цискоридзе. И вот, значит, насколько я понимаю, первую серию, первое выступление пропустил Сергей Лазарев. Ворвался он, так сказать, с партнершей, станцевал и решил немножечко, что называется, поспорить с членами жюри. Но тут же встретил очень твердую позицию Николая Цискоридзе. Уже многие это окрестили не то что столкновением, не то что ссорой, но таким вот Цискоридзе поставил Лазарева на место, пишут. Значит, самый низкий балл Цискоридзе приструнил Лазарева на шоу «Танцы со звездами». Вот что пишут. Значит, певец вступил в полемику с членом жюри. Ну, то есть, Сергей Лазарев вступил в полемику с Цискоридзе. Накануне 31 января на второй кнопке показали свежий выпуск шоу «Танцы со звездами». Значит, негласным лидером проекта является певец Сергей Лазарев. На шоу популярный исполнитель вместе со своей партнершей Екатериной Осиповой представил страстное аргентинское танго. Значит, Сергей Лазарев так распалился, что даже вступил в полемику с одним из членов жюри хореографом Егором Дружининым. Певец отреагировал на такие его слова. Дружинин сказал. Значит, не хватило немного куража и страсти, было больше контроля. При этом Егор Дружинин похвалил Сергея Лазарева за отличный номер для новичка. В свою очередь, певец пустился в объяснение. Он сказал, что они с партнершей решили не демонстрировать много эмоций, чтобы больше показать их в рисунке самого танца. Но тут Сергей Лазарев приструнил другой член жюри, известный артист балета, педагог Николай Цискоридзе. И вот что он сказал Лазареву. После этого, говорят, Лазарев просто опешил. Может быть, вы видели это? Напишите. «Сережа, я даю тебе совет», — сказал Цискоридзе. «Егора учить танцевать не надо». Но вы знаете, как мне кажется, написано, что это не помешал Цискоридзе поставить Лазареву самую низкую оценку из всех членов жюри — 6 баллов. Как мне кажется, вы знаете, Цискоридзе абсолютно прав. Потому что если кем бы ты ни был, я не знаю, исполнитель, известный, исполнитель, неизвестный, исполнитель, но если ты участвуешь в каком-то проекте, и там предполагаются члены жюри, то ты просто конкурсант. И, в общем-то говоря, нужно прислушиваться к тем людям, которые чего-то добились в той сфере, так скажем, в какой проходит конкурс. Если это цирковые какие-то представления, значит, цирки, если это гимнасты, значит, гимнастики, если это танцы, это танцы. И я считаю, что Цискоридзе очень правильно поставил на место Лазарева, сделал это очень педагогично, я бы сказал так. Потому что я думаю, что у него, не думаю, а уверен, огромный опыт педагогической работы с детьми просто-напросто. Друзья, пишите, пожалуйста, видели ли вы это, собственно говоря, может быть, в прямом эфире, когда смотрели программу. Что думаете по этому поводу? С вами был Будда Гришна, подписывайтесь на мой основной канал, на телеграм-канал, ссылочка в описании, в закрепленном комментарии. Значит, инстаграм Будда Гришна, нижнее подчеркивание, единичка. Всем пока, друзья, до встречи.